Здравствуйте, с вами влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может объединить каждого. Американцы прямым текстом говорят, что ни в коем случае нельзя в Украине повышать налоги. В полуживой экономике во время войны повышение налогов – это финансовая смерть государства. Бюджет просто сдохнет. Они говорят, надо делать совсем другое. Поэтому надо прекращать коррупцию, тотальную коррупцию, о которой говорит не только Пенни Притцкера, потому что она главный рупор, представительница по Украине от американцев. Об этом говорит городсекретарь Блинкен. Об этом пишут все западные средства массовой информации, только на банковые. Нет, не слышал, неправда. У нас коррупция – это не про нас вообще. В квартире – газ. Сам ты – газ. Я не коррупционер. Я не лох. Вы разницу чувствуете между не лохом и не коррупционером? Да, а она есть. Слышишь, пацан, говорит Янукович, ты мне рассказываешь, что она есть, как у твоей собаки шерсть. Я, значит, полдня ржал, катался за живот, держался, пацанюра. Смотрите, последовательно все, что они делают – это абсолютное издевательство над здравым смыслом, реформы. Ребят, сколько реформ провел Зеленский? Ноль. Турборежим, монобольшинство. Такого шанса поднять в страну не было ни у кого. Он обратился за помощью к западным нашим партнерам, к европейцам, американцам. Он посадил специалистов развитых экономик на разработку программ. Потому что, простите меня, ну, с улицы, просто с песочницы вы ничего хорошего не сделаете. Вместо того, чтобы привлечь специалистов, этот спекулянт квартальный, помните, что он сделал? Он сказал, давайте разом разрубим реформу. Это он сказал алкоголику Васе, сантехнику Петя, давайте разом, учительница школьная, давайте разрабатывать реформу. Ребята, таким образом будет хуже, чем в Венесуэле. Ну, серьезно. Причем они не просто не хотят слушать разумных людей, привлекать разумных людей. Они, если даже у них есть малейшее подозрение, что человек разумный, разбирающийся, они его максимально далеко от себя отталкивают. Вот смотрите, это шняга с Ахмадетом, этот Ляшко, говорит, министр, мы, говорит, признаем ошибку, но никого не наказываем. Совершенно коррупционный тендер выиграли под эгидой Горбнова и остальных вот этих вот плюсовцев. Не, говорит, мы наказывать никого не будем. Нет, они жулики, они негодяи, да, но наказывать мы их не будем. Мы сейчас давайте через госсистему. Послушайте, это частные деньги спонсоров. То есть дали все эти деньги, все большие корпорации, бизнесмены. Эти деньги вот просто так, по процедуре государственных денег, вот частные пройти не могут. Поэтому это нам вешают лапшу на уши. Они практически никогда не говорят правду. Они практически всегда врут. Они говорят только правду в том случае, если, вот если деваться уже вообще некуда. Вот они выпустили Червинского. Ну, потому что деваться некуда. Ну, ноль доказательств. Они выпустили рифмастера, потому что ноль доказательств. Они еще хотели там меня, Марусю Зверобой, Фидыну, пооткрывали дела. Ну, ноль доказательств. О том, что эта свора проворвалась до мозга костей. Океан доказательств. Это не просто новость, это обыденность. Вот уже нет, наверное, ничего, чем зеленая свора могли бы нас удивить. Вот просто напишите мне в комментариях, пофантазируйте. Вот что бы вас удивило, если бы они сделали? Нет, ну, потом, чтобы они поумнели, там, взялись за голову. Давайте так, не пишите невозможного. Просто пофантазируйте, вот какую лажу они еще могут придумать. Ну, это, знаете, это как при сталинских репрессиях. Человека расстреливали за то, что он рыл тоннель из Москвы в Индию. Ну, более глупой причины нельзя себе представить, но и у этих то же самое. Мне знакомые американцы рассказывали недавно, что там где-то уже около 20 ярдов в крипте. Ну, абсолютно точно чухнуло. Ну, конечно, те, кто занимаются криптой, не искренне верят в сказку. Ну, и другим рассказывают, что, дескать, это все не отслеживается. Смотрите, с криптой, я вам скажу честно, отслеживать намного легче, чем взять вот этого голову Хамаса, подрывать в центре Ирана так, чтобы он вместе с охранником туда пошел искать девственниц, к этому Аллаху. Это все иллюзия. На самом деле, единственная причина, почему, грубо говоря, не объявили в международный розыск Зеленского и его команду, это то, что во время войны они не видят способа, ну, собственно, мы тоже не видим, мы же на протесты выйти не можем, как легально, в рамках закона, да просто хотя бы в рамках реальных ситуаций. Потому что Майдан в рамках закона, ну, это так себе, честно говоря. У меня по поводу Майдана на меня Янукович с компанией, там, лично Медведчук открывал дела, на меня было 4 уголовных дела. Хотя, в принципе, то, что мы делали, Автомайдан, это, ну, максимум тянуло на 15 суток, но, тем не менее, там статьи были, там, 2 по 15, там, 5, 8. Ну, сейчас Зеленский на меня открыл тоже до 5 лет, ну, как и на Фиды, ну, на Зверобой открывать дела мастер. Думать он не мастер. Но я думаю, что раз Зеленский так любит открывать уголовные дела, ну, я думаю, что вот его речи падут на его плечи. Он завел даже на того же Порошенко кучу уголовных дел, что прекрасно понимают на Западе. Я, в Божьей сохранении, не отбеливаю Порошенко, как и любого другого нашего президента. За всеми есть шлейф того, что стоит и нужно покритиковать. Ну, в данном конкретном случае, друзья мои, ну, ситуация-то просто очевидна. Так вот, американцы прекрасно говорят, прекрасно понимают и говорят вслух. Ребята, чисто финансово, вот просто посчитать в такой сложный экономический столбик, ну, мы с вами не сможем посчитать так, как они, но они говорят, что это так. Количество денег, которое вот просто тупо разворовывается, и возможности, которые просто не используются, превышают потребности бюджета по сравнению, ну, с сбором потенциальным налогов. Налоги вредно поднимать в такой ситуации, как у нас. У нас любой просто работающий бизнес, вот просто он кормит себя, семью, соседей. Это уже прекрасно. Потому что самое страшное, это сейчас обвал поступлений в бюджет. Они именно этого, мне кажется, и добиваются. Потому что агент Кремля Севкович дал поручение своему помощнику Гетманцеву, он официально его помощник, просто ухреначить украинскую экономику. И мне кажется, вот эти дефективные менеджеры, все вот эти там Ермакеи Татаровы, Арахамии, Кирилла Тимошенко, Шурмы, они заняты все вот именно этим делом. Они категорически не хотят проводить реформы, они принципиально не будут прекращать воровать, они будут просить деньги у спонсоров и разворовывать бюджет. Я думаю, что нашим спонсорам западным давно пора жестко поставить вопрос ребром. Все финансовые потоки Украины должны перейти под внешний контроль, под контроль внешнего управления. Я не вижу другого способа решить эту ситуацию. Напишите, если вы знаете, может, я что-то не понимаю. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.